Дороги под контролем. В Краснодарском крае установят 225 новых камер на автомагистралях региона. Они будут собирать данные и в случае необходимости информировать о правонарушениях силовиков. Полученную с камер информацию собирают сотрудники учреждения «Безопасный регион». А зачем они это делают и как в итоге эта информация пойдет дальше и как ее будут обрабатывать? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии Андрей Уваров, заместитель директора учреждения «Безопасный регион» Министерства ГОЧС Краснодарского края. Андрей, здравствуйте. Для начала, конечно, хочу спросить, что это за система «Безопасный город» и почему недостаточно просто камер, почему необходимо устанавливать комплексы специальные? Да, сама платформа «Безопасный город» предусматривает автоматизацию деятельности, то есть управление силами и средствами. Но в платформу входят подсистемы. Таковыми являются как подсистема фото-видеофиксации, так и оповещение населения или мониторинг поводка из ситуации, система 112, которые в целом помогают принимать правильные взвешенные решения и управлять силами и средствами на территории региона. Сама система фото-видеофиксации направлена на повышение безопасности дорожного движения, влияет на аварийность и планируется нашим учреждением, в целом администрации Краснодарского края, установка дополнительных комплексов в соответствии с национальными проектами, которые действуют в нашей стране. А вот сейчас у нас в Краснодарском крае сколько таких существует комплексов? На данный момент более полутора тысяч комплексов установлены на территории Краснодарского края и в соответствии с национальным проектом, государственными программами на территории края будет установлено еще более 400 комплексов и ежегодно предусмотрено развитие по 225 комплексов. Последняя информация, которая была по этой теме, по развитию нацпроекта, в том числе и такого, как безопасные и качественные дороги, губернатор края сказал, что необходимо в том числе прислушиваться и сотрудничать с муниципальными властями, потому что они лучше знают, какие у них есть такие участки аварийные, где могут происходить какие-то происшествия. Насколько вы сотрудничаете, и вообще вот эта сетка взаимодействия, насколько удается ее реализовать в формате реализации проекта? Обязательно сотрудничаем мы с муниципалитетами и обрабатываем все поступающие обращения от граждан, от органов власти, от предприятий различных уровней. Но нужно сказать, что после определения технической возможности установки комплекса фото-видеофиксации на дороге, последнее слово и решение всегда за ГИБДД, который принимает его на основании аварийности на автомобильных дорогах. То есть комплекс будет установлен только в том месте, где потенциально опасное место или уже происходили дорожно-транспортные происшествия. То есть такой комплекс будет установлен, например, рядом с больницей или детским садиком, или школам, или на перекрестке, где происходит ДТП, или, например, заторовые ситуации очень часто, что мешают движению. А как потом эта информация попадает к силовикам? В каком случае вы передаете ее, а когда не передаете? Вся информация, которая собирается комплексами, установленными на дорогах, поступает в реальном времени в ГИБДД, обязательно для того, чтобы исключить возможность ее модификации какой-то, и поступает на хранение на наши севера учреждения «Безопасный регион». То есть мы как подразделение обеспечиваем именно техническую работоспособность системы, хранения этих данных. И эти данные поступают в МВД по их запросу в любой момент времени для оперативной именно деятельности. Можно попросить вас, допустим, жители какого-то района, беспокоиться, что, ну, часто, например, у нас бывает, да, когда, чтобы объехать пробку, выбирают краткий путь через какой-нибудь, там, не знаю, жилой дом там или какие-нибудь дворы. Могут ли жители попросить вас установить там камеру, чтобы пресечь такие нарушения? Или нет? Что для этого нужно сделать? Жители, конечно, могут попросить, но если это место не аварийное, да, то комплекс там не будет установлен, потому что в крае более тысячи аварийно опасных мест, которые в первую очередь необходимо оборудовать комплексами. А, ну, то есть нет необходимости в установке в чем-то дворе, например, такого комплекса. К слову сказать, комплексы устанавливаются только государством, никаких частных комплексов коммерческих нету. И первая задача – это обеспечение именно безопасности дорожного движения. Ну, а люди сами могут какую-то свою камеру, которая в виде фиксации, установить? Нет, нет, люди не могут установить. Люди могут обратиться в орган власти, в ГИБДД с просьбой рассмотреть данное место для установки, но в любом случае будет основываться на аварийности, либо на социальном вопросе. То есть если там детский садик, если там школа, если там больница, какой-то объект с массовым движением пешеходов, который потенциально опасен, да, тогда ГИБДД может установить. Если говорить о том, зачем собирать такую информацию, то есть, ну, происходит там ДТП и происходит, можно подумать, ваша камера как-то повлияет на частоту аварий, или эти камеры действительно способны сделать регион безопасным? Когда это становится очевидно? Камеры непосредственно влияют на аварийность. Дело в том, что когда водитель едет по дороге и видит установленный комплекс, он снижает скорость движения обязательно, а это непосредственно влияет на количество ДТП и на тяжесть этих последствий. Поэтому, установив комплекс, мы снижаем в основном до нуля количество ДТП, именно которых с пострадавшими или погибшими. То есть, ну, мы не можем полностью исключить все варианты ДТП, но, по крайней мере, тяжесть их снижается. Конечно. То есть это дисциплинирует водителя? Обязательно дисциплинирует водителя. Сейчас есть обязанность установить и знаки, и разметку на данном участке дороги. Дорожная служба наносит ее, что предупреждает водителя. Ну, кроме того, мы все знаем, что в навигаторах сейчас указаны места установки камеры. Они сразу говорят о том, что камера. Да, водитель едет, слышит, навигатор говорит, что здесь установлена камера, он становится более внимательным, снижает скорость, и поэтому количество ДТП уменьшается. А все камеры, которые установлены, подключены? Конечно, естественно. То есть даже если на них не реагирует радар, они в любом случае подключены? Да, те данные, которые вносятся в карты, они вносятся людьми, то есть поэтому люди могли еще не успеть внести туда эти данные, или места указано, там комплекса вообще в целом нет, но комплексы, которые установлены, конечно же, они включены, потому что мест больше, чем комплексов, и даже если техническая возможность по какой-то причине перестает быть, возможно, установка комплекса, например, дорогу реконструируют каким-то образом, то комплексы переносятся в другое аварийное опасное место, и там эксплуатируются. Можно ли сказать, что чем больше у нас комплексов появляется на дорогах края, тем меньше аварийность? Да. То есть там прямая зависимость? Да, да, конечно, комплексы. Ну, комплексами не исключить все возможные варианты ДТП, но, по крайней мере, связанные с нарушением скоростного режима, именно правил проезда перекрестка, конечно, влияет. Много комплексов установлено сейчас на перекрестках, в том числе в городе Краснодаре, который фиксирует вафельную разметку, для того, чтобы исключить заторовые ситуации. 10 комплексов в Краснодарском крае установлено весогабаритного контроля, что позволяет снизить ущерб автомобильным дорогам, конечно, связанным с перегрузом. Бывает так, что, вернее, комплексы уже планируются, когда дорога только проектируется и строится, они уже закладываются в этот формат или нет? Или просто потом уже в потоке правонарушений выявляется, где нужно поставить комплекс, где не нужно? Да, проектировщиками при проектировании участка автомобильной дороги может быть предусмотрены специальные технические средства, и в них включатся комплексы фото-видеофиксации. Хороший пример в Сочи, и часть комплекса в Сочи была построена вместе со строительством в Олимпиаде, где установлено, до сих пор работает точно так же, и чем уменьшается аварийность изначально. А вот как работа эта ведется, например, в Белореченском районе? Прямо сейчас спросим у эксперта по телефону с нами на связи. Аскер Нухович Жанет, руководитель управления по делам ГУЧС Белореченского района. Аскер Нухович, здравствуйте. Здравствуйте. Как давно работает Ваш комплекс? И расскажите подробнее об оборудовании, которое там установлено. В рамках постановления правительства в 2016 году мы запустили систему «Пока безопасный город». Ну, мало по малому, на сегодняшний день мы имеем 85 хорошо, я имею в виду, качественных камер на территории городского посетения, где проживает более 53 тысяч граждан. И нужно отметить, что на всех общественных местах, на всех въездных дорогах, на всех 5 въездных дорогах установлены камеры. Значит, на сегодняшний день инспективность данных, данная программа «Пока безопасный город» подтверждает результатами. В 2019 году более, ну, 197 фактов права ПДД было выявлено. Более сотни правил дорожного движения, правильное нарушение правил парковки было в городе выявлено. Более 20 нарушений проезда на красный светофор сигнала было выявлено. Значит, ряд преступлений раскрыто совместно с правоохранительными органами. Эффективно влияет на общественный порядок и безопасность в городе. Все общественные места находятся под строгим наблюдением и правопорядком. Население, значит, с пониманием подходит, потому что мы все нарушения, которые мы выявляем, они в открытом доступе своего Белора, мы инстаграм-сайт-аккаунт открыли и имеем свой личный сайт МКО ГОЧИ. Мы информируем население о нашей деятельности. Мы постоянно приглашаем и, честно скажу, правонарушителей приглашаем сюда, для того, чтобы они убедились, что эффективность работы камер не только протоколами подтверждается, но и качественной работы этой системы. Мы на сегодняшний день действительно достигнутся, не собираемся останавливаться. Мы в одном месте установили на опознание лиц, сейчас эффективно тоже работает, фильтрует все находящие мимо этой камеры, и три наиболее вероятных преступника, либо безвести пропавших, обделяет эту систему, и с правоохранительного органа мы проводим проверку. Спасибо вам большое, Аскер Нухович. Спасибо большое, очень подробно мы рассказали обо всем. Андрей, я так понимаю, что это муниципалитеты сами устанавливают такие комплексы, да? Они не находятся, скажем так, под вашим контролем. Да, нужно сказать, как я говорил, что в АПК «Безопасный город» входят сегменты. Одним из сегментов является фото-видеофиксация на развивательском краевом уровне, есть сегмент системы обзорного видеонаблюдения, который развивает муниципальное образование. Они ставят камеры видеонаблюдения, которые позволяют именно снимать и записывать видео. Дальше операторы обрабатывают в ручном режиме, отправляют в полицию для принятия решений о... О факту правонарушения. Да, по факту правонарушения, о чем сказал Аскер Ильин Мусович. Именно финансирование этих мероприятий осуществляется за счет муниципальных образований. Они это делают успешно. Всего на территории края установлено порядка 10 тысяч камер обзорного видеонаблюдения, которые позволяют именно за обстановкой следить и на дорогах, и на улицах, и в различных объектах, и в парках. Давайте скажем еще два слова про те объекты, которые установлены на опасных местах, например, природного характера. Это вот рейки наши кубанские, которые очень часто в определенные периоды могут выходить с берегов, потому что там тоже определенные горячие точки снабжены такими комплексами. Расскажите подробнее, зачем они, и были ли в последнее время случаи, когда они действительно сообщали о надвигающейся ЧАЭС? Да, есть система контроля именно паводковой ситуации, она становится на реках. Они также осуществляют, помимо автоматического измерения уровня рек, они осуществляют фотографирование, что позволяет своевременно реагировать на поднимающийся уровень рек. Могу сказать за наше учреждение, что мы осуществляем получение этой информации от другого учреждения, которое занимается их эксплуатацией и развитием, и наши операторы при срабатывании определенных датчиков уже передают информацию в Центр управления кризисными ситуациями МЧС, которые принимают решения и дальше реагируют на такие ситуации. В целом, пока безопасный город, он предусматривает интеграцию множества таких систем, которые позволяют эти события принимать, обрабатывать и уже должностному лицу принимать решения для реагирования. В данном случае МЧС России является главным в этом вопросе, именно в части угрозы ЧАЭС и ликвидации ЧАЭС, они реагируют. Если говорить по чистоте и, скажем так, покрытии комплексами территории нашего края, то где больше всего и где меньше всего, на что это влияет? И что влияет на количество этих комплексов? Численность населения, либо поток машин, что? Ну, комплексы фотофиксации ставятся в зависимости от аварийности, да, то есть на автомобильных дорогах, и мы не смотрим какой-то район, мы смотрим именно количество ДТП. Да, именно по предложениям органов ГИБДД мы устанавливаем, то есть они их формируют в зависимости, то есть краевое управление ГИБДД обеспечивает именно уже выбор мест, которые приоритетны для размещения. Ну, там, поводковая ситуация, они самостоятельно... У них отдельная история. Да, трек, да. Больше ли стало заявок от госавтоинспекции в последнее время, либо наоборот, большинство уже места сеткой покрыли камеры и осталось совсем незначительнее? Это работа не только по первичному оборудованию мест, но и по переносу комплекса в зависимости от возникновения, то есть условия меняются дорожные, дороги реконструируют, в многих местах они становятся лучше, безопаснее, необходимость установки комплексов отпадает, строятся пешеходные переходы надземные, развязки автомобильные, нет смысла там стать комплексом, мы переставляем их в новые места. И это постоянная работа, ее очень много, потребность большая. Где комплексов больше? В крупных городах, либо на трассе? Въезд в край, подъезд к Сочек, нашим направлением Черноморским? Равномерно распределены комплексы, в принципе, по местным, региональным и федеральным автомобильным дорогам, тут нет никакой зависимости. Что бы вы посоветовали людям, которые въезжают в зону знака, потому что, например, не у всех фиксируются, там сразу увидели, что там? Я бы посоветовал в целом соблюдать скоростной режим, да, этого, я думаю, достаточно, и быть внимательным, такой же автомобильный. Где-то можно посмотреть карту этих комплексов вообще? Есть ли смысл их смотреть? Да, карта комплексов сейчас публичная, есть на официальном сайте учреждений, инсик.ру, есть на сайте ГИБДД, она в реальном времени обновляется. То есть это не какая-то тайная информация? Нет, нет, это все информация публичная в открытом доступе, именно комплексы, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, они все есть официально. Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время с нами пообщаться и поделиться ценной информацией не только для тех, кто ездит по нашим дорогам, но и тех, кто на самом деле является участником дорожного движения.